Теперь поговорим об оценках деятельности главы правительства. Очевидно, что это та фигура, которая сегодня находится в фокусе внимания большинства граждан. Поэтому мы задали три вопроса относительно Карена Карапетяна. Эти вопросы мы задавали и в первой волне, а сейчас повторили. Главное, что надо сказать, 72% опрошенных положительно оценили работу нового премьер-министра. За время, прошедшее после первой волны, несмотря на общий рост негативных настроений в республике, отношения к правительству, оценка его работы не ухудшились. То есть они практически остаются на месте, и это соотношение очень выгодно, очень позитивное для Карапетяна и его кабинета. Почему это отношение столь позитивное? Прежде всего за счет соотношения, баланса минусов и плюсов. Среди минусов только один смогли нам назвать респонденты, причем на очень небольшом уровне, 3% сказали, что изменений нет, прогресса нет, улучшений нет. А если говорить о плюсах, то здесь плюсов появилось гораздо больше. Да, я подчеркну, это был так называемый открытый вопрос, то есть мы никаких подсказок не давали, выбирать не предлагали из какого-то набора, это то, что люди сами говорили. Значит, что же за плюсы? Появление надежды и веры, изменения, прогресс, развитие, контроль, строгость, активное общение премьер-министра с гражданами, изменения в кадрах, и то, что взято под контроль инфляции, рост цен. Вот то, что ставится в заслугу правительству Карапетяна. Теперь перейдем, собственно, к выборам. Начнем с явки на выборы. За прошедший месяц существенно выросла информированность граждан о том, что нам предстоят выборы, и пропорционально подросла декларируемая явка. Что значит декларируемая явка? Это значит доля тех респондентов, которые говорят, да, приду на выборы. А может быть, даже обязательно приду на выборы. Но, как говорят у нас в России, обещать не значит жениться. Поэтому обещать прийти на выборы не значит обязательно на них прийти. Поэтому мы с учетом этого опыта всегда даем свою прогнозную оценку. И вот что я хочу вам сказать. При явке, декларируемой на уровне 80%, наш прогноз явки составляет 65%. Ну, в общем, достаточно много. Так, что еще об этом надо сказать? Ну, вот, наверное, это главное. Теперь посмотрим, как сработали в ходе избирательной кампании политические партии и их активисты. Здесь мы пока не спрашивали о том, за кого люди планируют голосовать. А мы спрашивали, заметно ли в их городе, поселке, районе деятельность политических партий и их активистов. Если да, то каких? Этот вопрос мы задавали в обоих волнах. И вот здесь белыми даны данные по первой волне, синими по второй. Что можно сказать? Практически у всех партий их заметность действий выросла. В чем значимо выросла за пределы погрешности? Это значит, что избирательная кампания идет, идет активно и, я бы сказал, идет эффективно. Потому что, если люди бы не замечали политической агитации, это означало бы, что все ресурсы, все деньги, все усилия, которые выброшены на политическую агитацию, они не достигли своей цели. Ну, чтобы быть точным, скажу, что деятельность Республиканской партии Армении в нашем первом опросе заметили 44% респондентов. Сейчас уже 57%, то есть плюс 13%. Деятельность блока Царукьяна тоже подросла, но не такими темпами. Было 48%, сейчас 52%. Блок Выход очень существенно прибавил. Было 13%, сейчас 21%. То есть на треть. Блок Аганян-Рафи Асканян с 7% до 13%. Армянская революционная федерация Дашнаксутюн с 7% до 13%. Блок АНК и НПА, ну вот здесь уже не такие радостные данные для них. Было 14%, стало 12%, но напоминаю, что у нас погрешность измерений 3,5%, поэтому точнее будет сказать, что активность блока АНК и НПА за прошедшее время не изменилась. Партия Армянское возрождение немного прибавила с 5 до 8, свободный демократы с 4 до 7, коммунистическая партия Армении с 2 до 4. В общем, как говорят китайцы, прилив поднимает все лодки, и выборная кампания подняла акции практически всех партий, хотя и в разной степени. Да, ну и повторюсь, что в лидеры по заметности за это время вышла республиканская партия, то есть лидер поменялся. Если 3 недели назад лидировал блок ЦРУКЯ по заметности, то сейчас он на втором месте, хотя и с небольшим оставанием, всего на 5%. Ну и малые партии, как мы все видели, тоже существенно увеличили свою заметность. Так, теперь поговорим об агитационных материалах, то есть плакатах, листовках, газетах. Тут мы сразу два вопроса задали. Во-первых, вы их видели или нет, и во-вторых, если вы их видели, они вам понравились или нет. Конечно, во втором случае вопрос задавался только тем, кто их видел. Так что в первом случае, это база для наших ответов, это все опрошенные избиратели, во втором случае только те, кто видели. Просьба о будущем не путать этих. Итак, видели агитационные материалы. Блока ЦРУКЯ 75%, опрошено 3 четверти. Республиканской партии Армении 69%, блока Аганян Рафи Асканян 53%, блок АНК и МП 46%, блок Выход 46%, Дашнак ЦУТЮ 40%, партия Армянское Возрождение 40%, коммунистическая партия 37%, и Свободные Демократы 32%. Практически у всех, если сравнить желтые и белые прямоугольники, практически у всех очень значимо выросла заметность агитационных материалов. Но это лишнее свидетельство того, что избирательная кампания оказалась очень интенсивной и достигает своей цели. Теперь, насколько понравились те или иные агитационные материалы. Что касается блока ЦРУКЯ, 64%, то есть 2 трети тех, кто видел эти материалы, сказали, что они им скорее понравились. То есть, в общем, агитация удачная. Республиканская партия Армении. Похожая ситуация, но тоже 47% от тех, кто видел эти материалы, почти половина говорят, что скорее понравились. Блока Аганян, Рафи Асканян. 31% понравились. Блок АНК-МП 23%. Блок Выход 29%. Дашнак ЦУТЮ 21%. Армянское Возрождение 16%. Коммунистическая партия 17%. Свободные Демократы 17%. То есть, мы видим, что лидеры, по сути, не меняются. Основная конкуренция, конечно, идет между блоком ЦРУКЯ и РПА. Ну, и все остальные партии образуют, так сказать, вторую лигу. Без шансов как-то помешать этим двум лидерам, но с шансами создать какую-то небольшую фракцию в новом парламенте и вот там играть на противоречиях между двумя лидерами. Но об этом чуть позже. Значит, а теперь поговорим о персоналиях, о личностях, о тех, кто лидирует в партиях-участницах избирательной кампании. Значит, мы попросили респондентов сказать, знают ли они или нет следующих политиков, и если знают, то как к ним относятся отрицательно, с недоверием или положительно с доверием. Ну, лидер по совокупному рейтингу – это Гадик ЦРУКЯН, блок ЦРУКЯН. 87% опрошенных сказали, что относятся к нему положительно, с доверием, только 10% с недоверием. Кроме того, в блоке ЦРУКЯН есть еще одна известная личность – Ишхан Закарян, но у него баланс отрицательный, отношение к нему только 22% с доверием к нему относится, 31% с недоверием, в общем, недоверяющий больше. Теперь РПА. Конечно, Карен Карапетян здесь безусловный лидер. Он по отношению к нему, в общем-то, на уровне ЦРУКЯНа. 84% доверяют, 11% не доверяют. Но, кроме того, есть еще два сильных лидера – это Торон Маркарян и Виген Саркисян. 57% в плюсе у Маркаряна в минусе 31%, и у Саркисяна 39% в плюсе и 30% в минусе. Что касается блока выход, мы тестировали Никола Пашиняна, Арама Саркисяна и Эдмона Марокяна. У Пашиняна и у Марокяна позитивный баланс, то есть тех, кто им доверяют больше, чем тех, кому не доверяют. У Арама Саркисяна обратная ситуация, 43% ему не доверяют, доверяют только 32%. Блок «Свободные демократы». Анаид Бахщан имеет очень хорошее соотношение, 51% ей доверяют и 20% не доверяют. А Хачеттуру Кокобеляну 18% доверяют, 23% нет, то есть баланс отрицательный. Партия «Армянское возрождение» – здесь все существенно хуже. Здесь у обоих лидеров Артура Багдасаряна и Егине Бешарян баланс отрицательный. То есть недоверяющих больше, чем доверяющих. Коммунистическая партия Армении – похожая ситуация, и у Тачата Саркисяна и у Вадзгена Сафаряна больше тех, кто им не доверяет, чем те, кто доверяет. Партия «Армянский национальный конгресс» – два очень известных лидера, но у обоих баланс отрицательный. Скажем, Степан Демирчан – 40% ему доверяют, а 45% не доверяют. У Ливона Терпетросяна антирейтинг 64, рейтинг 32, то есть двое меньше. Так, заканчиваем этот вопрос. Армен Рустамян из Дашна Цутюна – 23% доверяют, 27% нет. Ну и Сейран Аганян, Рафи Аганесян и Вардан Асканян – у всех у них положительный баланс, у всех доверяющих больше, чем не доверяющим. Но по-разному. Так, теперь поговорим, наконец, о рейтинге партий. Главных участниц этой избирательной кампании. Значит, мы несколько вопросов задавали по поводу рейтинга. Сейчас я вам представлю первый из этой серии. Это так называемый «мягкий рейтинг». Вопрос звучал так. Вы допускаете для себя возможность при каких-то обстоятельствах проголосовать за эту партию, или в принципе исключаете такую возможность? Самое лучшее соотношение у блока Царукян, только 20% опрошенных, исключили для себя даже, в принципе, возможность проголосовать за него. А 76% в три четверти сказали, что да, такая возможность есть при определенных условиях. На втором месте РПА 56% допускают, 39% не допускают возможность проголосовать за нее. Ну и у всех последующих партий баланс отрицательный. То есть тех, кто не допускает возможность для себя проголосовать, больше, чем допускающих. Ну, скажем, блок Выход 65% не допускают, допускают только 29%. Блок Аганян, Рафия, Асканян 31% допускают, 63% нет. Дашнак Сутюн 25% допускают, 70% нет. Блок АНК и НПА 22% допускают, 72% нет. Ну и оставшиеся партии я зачитывать не буду, вы их все видите. У них очень близкие результаты. В общем, тех, кто не допускает для себя возможности за них проголосовать, там примерно в 4 раза больше, чем те, кто допускают. А допускающих на уровне 16-18%. Так, теперь прогнозы. Народные прогнозы. Что думают люди? Какие партии преодолеют минимальный барьер на выборах в национальное собрание? А значит, и получат места в парламенте. Прогнозы это не только развлечение, это, в общем, вполне серьезная вещь, потому что избиратели стремятся эффективно распорядиться своим голосом. То есть, вообще говоря, они не очень любят, большинство избирателей не любят голосовать за партии, которые не преодолеют барьер отсечения, а значит, не будут представлены в национальном собрании. Поэтому, когда мы спрашиваем, как вы считаете, какие партии там точно будут, мы косвенно меряем ощущение избирателей, за какие партии все-таки имеет смысл голосовать, чтобы эффективно распорядиться своим голосом. А не потерять его. Итак, народный прогноз. Блок Царукян, конечно же, будет в парламенте. 89% попрошенных в этом уверены. РПА тоже есть там место. 86%. Что касается оставшихся партий, у них прогнозы похуже. Только 29% полагают, что Дашнак Цутюн, а также блок АНК и МПА будут в национальном собрании нового созыва. Блок Выход видят там 28%, 27% видят там блок Аганян-Рафиас-Канян. Партию Армянское Возрождение 15%, свободных демократов 9% и коммунистов только 5% там видят. Итак, опять-таки мы видим двух лидеров, у которых есть гарантия преодоления барьера, и есть все оставшиеся мелкие партии, которые либо, скорее всего, не преодолеют этот барьер, либо под большим вопросом. Так, теперь так называемый твердый рейтинг. Главный, наверное, вопрос, за какую из следующих партий Вы проголосовали бы на выборах национальном собрании, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Ну, 23% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. То есть, как минимум, четверть избирателей все еще не сделали для себя выбор. Еще 22% отказались отвечать нам по разным соображениям. Значит, эти люди знают, за кого будут голосовать, но нам об этом говорить не хотят. И это, конечно, для нас большая проблема, потому что прогнозируя что-то, нам нужно как-то понять, за кого же проголосуют те, кто не хочет говорить нам о том, за кого они проголосуют. Вот такая у нас тяжелая работа. Вас тоже. Значит, оставшаяся часть, чуть больше половины опрошенных, все-таки с нами поделились. И вот что они нам сказали. 22% опрошенных сказали, что проголосуют за блок Царукян. И это несколько меньше, чем в первом нашем исследовании. Было 26, сейчас 22. То есть, рейтинг блока Царукян несколько снизился. Что касается РПА, то 21% сказали, что будут голосовать за нее. Прошлый результат был 19%. В общем-то, это в рамках погрешности измерения. Можно сказать, что ничего не изменилось, а можно сказать, что чуть-чуть прибавилось. Это вам, на ваш вкус уже. Значит, по оставшимся партиям. Блок Выход 4%, Дашнак Сутюн 2%, Аганян Рафи Асканян 1%, Армянское Возрождение 1%, блок АНК МПА 1%, КПА меньше 1%. Свободный демократный меньше 1%. При этом, вот два важных момента хочу отметить. Первое. Из тех, кто все-таки сказал нам, за кого будут голосовать, 90% уверены в своем выборе. То есть, они вот четко туда пойдут и проголосуют за своих фаворитов. Но при этом выросла доля отказов от ответа. То есть, по мере приближения к выборам вдвое стало больше тех, кто не хочет нам отвечать, за кого он будет голосовать. Вот это большой для нас вопрос и, так сказать, высокая планка. Если удастся нам спрогнозировать с такой высокой долей отказов, как все-таки разложатся голоса в парламенте, значит, честь и хвала и нам, в частности, и всей социологии в общем. И вот мы предлагаем вам наш прогноз. Если до сих пор мы говорили о опросе, о, так сказать, просто чисто математической операции суммирования ответов людей, которым мы вопросы задаем, то здесь уже чистое творчество. Здесь уже мы, как эксперты в политическом и электоральном поведении взяли цифры опроса, посмотрели на них, значит, и сделали для вас так называемый взвешенный рейтинг. То есть мы убрали всех тех, кто сказал, что точно не пойдет голосовать, значит, и получили следующие результаты. 41% голосов уйдет блоку Царукя, 39% уйдет Республиканской партии Армении, блоку Выход 8%, соответственно, он преодолевает 7% барьер, Дашнакцутюм 4%, блок Аганян-Рафи-Асканян 3%, Армянское возрождение 3%, блок АНК-НПА 1%, КПА 1%, Свободные демократы 1%. Ну, что касается динамики, а динамика всегда очень важный фактор избирательной кампании, то вот этот взвешенный рейтинг показывает, что все-таки Царукян сбавляет темп, снижает его, а РПА, наоборот, его набирает. Это очень интересный феномен, потому что параллельно, как мы видели, негативные оценки ситуации в Республике тоже усиливаются. Так, а теперь, наверное, главная интрига выборов в национальное собрание, связанная с тем, что они впервые проходят по новой избирательной системе, очень сложной, я бы сказал, инновационной, почти не имеющей аналогов, Поэтому нам, социологам, очень сложно работать. В этот раз мы должны не только список всех партий представлять, но и с учетом списков, в том числе региональных списков, фиксировать отношение избирателей к каждому из кандидатов. С учетом того, что их очень много, в общем, чисто технически, эта проблема нам казалась почти нерешаемой месяц даже или больше назад, когда мы только начинали это дело. Но глаза боятся, руки делают. Мы это совершили. Насколько я знаю, пока ни одна из социологических компаний, которая проводила исследования в Армении и представляла их результаты, пока еще такого подвига не сделала. Ну, может быть, кто-то последует нашему примеру. Будем очень рады. Ну, а мы представляем вам сейчас результаты ответа на вопрос, за кого из следующих политиков вы бы проголосовали на вашем участке. И вот здесь очень интересные результаты. Вперед выходит республиканская партия Армении. Расклад меняется. При том, что чисто партийный рейтинг у РПА ниже, чем у блока Церукьян, но если мы спрашиваем о конкретных персонах, о кандидатах, за которых, собственно, люди и будут голосовать, то здесь получается, что РПА очень хорошо поработала со списком кандидатов. И несмотря на то, что партийный рейтинг у нее ниже, именно популярность конкретных кандидатов, лояльность избирателей к ним выводит РПА вперед. 44% взвешенный рейтинг этой партии составляет с учетом кандидатов. А у блока Церукьян ситуация обратная. Если по партийным рейтингам он впереди, то по рейтингам персональным он немного отстает. 36%. Что касается малых партий, то блок Выход имеет 6%. Дашнак Цутюн 5, армянское возрождение 4, блок АНК-НПА 2, блок Аганян-Рафиас-Канян 2, свободные демократы 1 и коммунистическая партия Армении меньше 1%. В общем, Дашнак Цутюн, по нашим оценкам на базе взвешенного рейтинга с учетом кандидатов, преодолевает 5% барьер и получает хороший шанс на то, чтобы быть представленным в следующем созыве национального собрания. А армянское возрождение находится на грани преодоления этого барьера. Оставшиеся партии барьер не преодолевают. Так что, да, еще ситуация с блоком Выход очень интересная. Все-таки 7% для него требуется, потому что это блок, а не партия. Но пока набирает 6%. Поэтому точно сказать не можем, будет блок Выход в парламенте или нет. Но можем сказать так, что все-таки в следующем созыве будет от 4, скорее всего, до 5 фракций партийных. Не больше. Так, ну, все главное, наверное, я Вам сказал. Теперь несколько таких вот справочных слайдов. Кому интересно, кто, так сказать, следит за избирательной компанией с преувеличенным вниманием. Мы сравнили тех, кто голосовал на прошлых выборах в 2012 году за определенные партии с их нынешними предпочтениями. То есть это называется переток или перераспределение электоратов. Это довольно интересный тоже, хотя и косвенный показатель. Вот смотрите, блок Царукьян, лидер, лидирующий в этой компании. 71% от тех, кто голосовал в 2012 году за партию «Процветающая Армения», в этом году обещает поддержать блок Царукьян. Кроме того, к Царукьяну присоединилась часть прежних сторонников других партий. Ну, например, 22% от тех, кто за РПА в 2012 году голосовал, сейчас говорит, что за блок Царукьян будет голосовать. 19% голосовавших за Дашнацутюм в прошлый раз сейчас будут за блок Царукьян голосовать. 35% прежних сторонников партии «Страна законности». 100% прежних сторонников Объединенной партии «Армения» и 16% прежних сторонников партии «Наследие» в этот раз выбирают блок Царукьян. Республиканская партия «Армения». Из тех, кто голосовал за нее в 2012 году, 67%, чуть больше 2 третей, сохранили ей верность и будут голосовать в этот раз за нее. Но, кроме того, за РПА будет голосовать 29% от тех, кто голосовал в прошлый раз за КПА. И 26% от тех, кто голосовал за страну законности. Что касается блока «Выход», то основу его поддержки формируют те, кто 5 лет назад голосовал за партию «Наследие», за Армянский национальный конгресс и за КПА. По остальным партиям говорить не буду, потому что у них очень маленький электорат, и толком проследить ничего не удается. Теперь еще один интересный вопрос. «Портрет идеального кандидата в депутаты». Каким он должен быть? Мы предложили несколько параметров, несколько характеристик и представляем здесь мнение избирателей о том, за какого кандидата им хотелось бы проголосовать. Здесь мы не называем никаких фамилий, конечно, или должностей, а просто берем ряд характеристик. Итак, лучше, чтобы кандидат в национальное собрание был членом какой-либо партии, говорят 44%. Несколько меньше, 39% считают, что лучше, чтобы он был беспартийным. 58% хотели бы, чтобы этот кандидат, идеальный кандидат, был человеком молодым. 26% предпочли бы скорее человека в возрасте. 85% хотели бы, чтобы этот кандидат был опытным политиком. Интересно, да? Молодым человеком, но опытным политиком. Только 18% хотели бы видеть в политике новичков, молодых политиков, да, тем, кто впервые пришел. Следующий параметр. 61% хотел бы видеть в национальном собрании людей, которые склонны к компромиссам и избегают конфликтов. И только 34% предпочитают политика жесткого и бескомпромиссного. Ну и, наконец, лишь 7% хотели бы видеть кандидатов, выступающих за сохранение нынешнего курса движения, развития Армении или неразвития. Значит, и 91% видят в парламенте те, кто выступает за перемены, за реформы. В общем, идеальный кандидат в национальное собрание 2017 года, это человек, который выступает за перемены, за реформы, при этом склонен к компромиссам, избегает конфликтов. Опытный политик, но человек достаточно молодой и состоящий в той или иной партии. В общем, вспоминается Пьеса Женитьба Бальзаминова, кажется, Гоголя. Идеальный человек. Подведем итоги. В общем, политизация в ходе избирательной кампании стала свершившимся фактом. Три четверти населения следят за выборами. Главная тема – это предвыборный ажиотаж. Уровень неопределенности, чем ближе к выборам, тем выше. Больше 40% опрошенных либо не сделали свой выбор, либо не готовы о нем говорить. Критичность оценок положения дел в республике продолжает расти. 85% недовольны ей. На предстоящих выборах большинство избирателей будет ориентироваться скорее на личность кандидата, чем на его партийную принадлежность. Идеальный кандидат для большинства – это реформатор с опытом и умением договариваться. Конкуренция двух лидеров – блока Царукьян и РПА – усилилась. Их рейтинги практически сравнялись. Расхождение между ними находится в рамках погрешности измерения. Но при взвешенном рейтинге, то есть с учетом персональных рейтингов кандидатов, все-таки РПА должна пройти вперед с результатом около 44%, а блока Царукьян – около 36%. Ну, скоро узнаете, какие у нас прогнозисты. Кроме того, шансы на прохождение в парламент имеет Дешнак Цутюн, на грани – блок выход и партия армянское возрождение. Потенциал блока Царукьян поддерживается в первую очередь высоким устойчивым уровнем доверия Гаги к Царукьяну. Ну, а сильную поддержку РПА оказывает высокий уровень доверия Карену Карапетяну. Ну, для блока выход сильным локомотивом является Никол Пашинян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова